Так началось собрание в честь дня рождения самого крупного объединения Восточного военного округа. Пятая краснознаменная армия отметила 81 год со дня образования. В далеком 41-м эшелоны с бойцами из поселка Раздольного отправили противостоять фашистам на подступах к столице. С тех пор день прибытия войск считается датой формирования пятой армии. За годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 117 генералов и офицеров, сержантов и солдат нашей армии были удостойны высокого звания Героя Советского Союза. 50 воинов стали полными кавалерами орденов славы, более 20 тысяч воинов награждены орденами и медалями. И уже после Великой Победы приморские военнослужащие продолжили героически отстаивать интересы своей страны. Участвовали в боях на острове Даманском, прошли через огонь Афганистана и Чечни. Сейчас сражаются в Сирии и на Украине. В том числе наводят порядок на территориях, которые недавно вошли в состав России. Я благодарю вас за добросовестную службу. Уверен, враг будет развит и победа будет за нами. Желаем крепкого здоровья, благолучия и новых успехов на благо России. Особые слова благодарности ветеранам, которые без остатка передают молодежи свои знания, опыт и беззаветную любовь к Родине. За заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие показатели боевой подготовки в прошлом году президент отметил Пятую армию орденом Жукова. Эта награда – одна из главных по значимости в Вооруженных силах России. А в честь 81-й годовщины участников встречи поощрили почетными грамотами и благодарностями администрации и Думы округа, а также губернатора Приморского края. Завершилось торжественное собрание концертом. Для зрителей выступили солисты, вокальные и танцевальные коллективы округа.